Все, можно. Ну что ж, горячий привет из холодной Сибири. Сейчас я расскажу вам про среду визуального программирования машин состояний, но не простую, а для киберфизических систем. И для начала резонный вопрос, что это вообще такое. Определений этому много. Одно из определений из научной среды я привожу на слайде. Если коротко, это своего рода микроэлектроника, интернет вещей, но он гораздо шире. То есть это стык физики, именно работы с реальными средами, и кибернетики, вот этого управляющего числительного слоя. Зачем мы на это понятие так обращаем внимание? Потому что оно как раз таки вкладывает вот эту полезную работу в непосредственно микроэлектронику, интернет вещей. Сразу появляется вот эта вот осмысленность, что у нас есть реальная среда, на которую мы можем как-то влиять с помощью нашей системы. И как раз таки с вот этим связана инициатива под названием Национальная киберфизическая платформа. Возможно, вы уже о ней слышали, в том числе под названием платформа «Восток». Началось это еще летом прошлого года на интенсиве «Архипелаг» в Севастополе. В этом году оно вошло в активную фазу, которая проявилась в виде двух проектов. Это платформа «Бирлога», набор образовательных игр, которые интегрируются с специальной платформой, где учитываются достижения игровые в инженерных соревнованиях. И эта платформа выполняет в том числе задачу профориентации, то есть создание вот этой образовательно-профессиональной траектории. И еще один проект — это платформа «Кибериада», уже по сути как практически официальное название вот этой НКФП, если сокращенно. Это отечественная аппаратно-программная платформа для создания приборов киберфизических систем. То есть смысл в том, чтобы предложить обновленный подход к разработке таких систем, набор стандартов, набор инструментов, в том числе СПО. Опять же, резонный вопрос. А зачем все это в том числе при государственной поддержке? Во-первых, важная задача движения к технологическому суверенитету, скажем так, отделяться от всех зарубежных вендерлоков. Это формирование моды на электронику и инженерию, вообще в том числе глобальная задача кружкового движения, именно популяризация вот этого инженерно-технологического творчества. И в частности это снижение порога входа в разработку вот этих гиберфизических систем, то есть чтобы, условно, любой школьник, любой специалист, переходящий из каких-то прикладных областей, но еще не умеющий программировать полноценно, мог бы собрать, например, умную теплицу, умный дом или какого-нибудь робота, который ему мог бы в чем-то помогать. И еще одна из уже более таких философских задач — это убирать черные ящики. То есть вот это все риоу магически вокруг программирования, вокруг микроэлектроники. В НКФП предлагается его снимать слой за слоем. Но у нас есть электроника, у нас есть реальная среда, нужно как-то вдохнуть в эту жизнь. Надо как-то запрограммировать. А как? И в рамках НКФП мы предлагаем такое решение с любопытным названием LabKDE. Что это такое? Это среда, графическая среда разработки киберфизических систем на основе парадигмы иерархических машин состояний, которая адаптирована для десктопа, имеет модульно-облачную архитектуру и предлагает траекторию от игр вот этой платформы Бирлога. Там сейчас есть игра в жанре Tower Defense под названием «Защита пасеки». Если забьете в поиск врусторе «Защита пасеки», вы эту игру найдете. Рекомендую попробовать. Довольно любопытная вещь. И готовится к публикации еще RPG с мини-играми, тоже завязанными на киберфизику под названием «Академия». И вот от приманки в виде вот этих образовательных игр IDE создает мостик к разработке настоящих электронных, микроэлектронных систем киберфизических. И на данном этапе в качестве первой пташки используется платформа Arduino Uno. Вот сейчас, так сказать, альфа-версии, это IDE выглядит таким образом. Здесь изображена схема робота из «Защиты пасеки» из Tower Defense. Это робот, который должен отбиваться от злых роботов ОС. И для этого, конкретно у этого робота, есть орудие, пушка. И тут можно проследить вполне логику. В том числе пиктограммы здесь не подписаны, но можно интуитивно догадаться. И вот в этом и кроется фишка, как и парадигмы, предлагаемые в рамках НКФП, так и лапки IDE в частности. Это использование иерархических машин состояний. То есть это использование вот этой автоматной парадигмы программирования, которая у нас в отечественной среде, в том числе, если знакома фамилия Шалыто. За рубежом есть такой замечательный человек Миро Самик, компания Quantum Leaps. И Самик выпустил книгу как раз-таки «Практические машины состояния в C++», на основе которой мы и строим вот эту парадигму. Это стандарт UML State Charts, но в практическом приложении. То есть в электронике у нас по большей части устройство находится в состоянии простоя и работает в реактивном режиме. То есть приходит событие, мы его обрабатываем, производим какие-то действия. То есть приняли на сенсор, на актуатор что-то отправили и все, дальше ждем. И здесь как раз-таки событийная парадигма в сочетании с автоматной гораздо более естественна для электронных систем. При этом машины в состоянии визуальные, что добавляет наглядности, самодокументируемости, простоты работы и доработки. И при этом всем, если вы можете заметить, вот здесь пиктограммы, и даже рабочее название этой идеи был проект пиктограммы, но при этом машины состояний не ограничивают в инструментах. Вы можете использовать их с любыми языками программирования. C++, Python, любые предметные языки, DSL и так далее. Что касается самой идеи, в ее разработку вкладывается ряд принципов, самые важные, из которых приведены на слайде. Как я говорил, уменьшить количество черных ящиков, это у нас принцип открытого капота, когда этапы разработки достаточно прозрачные, пользователь может посмотреть, а что происходит на самом деле. Это адаптация юзер-экспириенса именно под десктоп, то есть чтобы было меньше препятствий в разработке киберфизических систем. Это то, что мы называем автостопом по контроллеру, когда документация является неотъемлемой частью среды. Конечно, это сложная методическая работа, но тем не менее это то, что мы закладываем, к чему мы стремимся, чтобы можно было, не покидая среду, что-то подсмотреть, что-то узнать. И опять же, это все работает на состояние потока, на снижение порога вхождения в разработку. И такой архитектурный момент — это модульность. Есть главный модуль в виде клиента. Здесь я сразу каюсь в страшном грехе, он сделан на электроне по ряду причин. Но модули, во-первых, загрузчик, который позволяет прошивать устройство либо на месте сразу с клиента, либо где-то на вынесенной машине. Например, у вас одно устройство находится где-то на отдалении, вам надо его прошивать удаленно. И как раз таки модуль загрузчика это делать позволяет. Компилятор, который мы предлагаем выносить на отдельный узел, это снижает системные требования к рабочей станции, хотя оказалось бы электрон, тем не менее. Это снижает требования к рабочей станции. Это позволяет иметь единую точку выхода артефакта. То есть единая точка, из которой мы получаем готовую программу для повышения воспроизводимости. И документация тоже размещается на сервере. И в зависимости от среды, где это IDE разворачивается, администратор может закладывать в документацию свои файлы. То есть документация, по сути, выполнена на основе веб-сервера. Файлов веб-серверах, в которые можно положить любые свои файлы. В зависимости от рода задач, которые выполняются, будь то учебные или производственные. Что касается прикладных вещей, именно деятельности на основе IDE, здесь еще будет пара скриншотов. Во-первых, это, как я уже говорил, для защиты пасеки используется свой формат. Мы работаем над объединением форматов как раз-таки на основе GraphML. То есть у нас есть граф, который мы можем редактировать в том числе внешними редакторами, типа редактор диаграмм ЕД, если вы слышали о таком. И при этом мы можем отредактировать эту машину состояния и получить представление текстовое, которое уже можно отправить в игру. И получить робота с нужной нам программой. Но гораздо, конечно, важнее, ну нет, все-таки, конечно, так же важно, но ближе к реальности, это программирование Arduino. Ну, я уже сказал, мы делаем диаграммку, компилируем, получаем hex-файл, который сразу же на месте можем загрузить в устройство и получить результат. Вот этот цикл обратной связи. У нас есть Arduino IDE. Это своего рода Arduino IDE, но визуальная. И это в какой-то степени гораздо круче. На этом слайде вы можете увидеть стандартный блинкер. Что касается возможностей по Arduino, как вы можете заметить, набор пиктограмм, это компоненты. То есть пользователь собирает набор компонентов в зависимости от того, какое устройство есть, с каким устройством он работает, какое он программирует. Сейчас присутствует вот такой вот набор компонентов, самый минимальный, но его уже достаточно, чтобы пройтись по конспекту хакера тамперки. То есть уже можно разрабатывать учебные и не очень киберфизические системы, и оно расширяемо. Расширяемо как минимум потому, что это СПО. Заходите, предлагаете свои правки, мы открыты, мы не откажемся от еще контрибьюторов, просто потому что это разрабатывает сейчас команда из пятерых, шестерых студентов. И часть из которых в начале лета еще даже опыта промышленной разработки не имели. То есть это довольно любопытный проект с разных точек зрения, в том числе и лично для меня. Вот, это еще один скриншот, показать, что дизайн здесь может быть абсолютно разный. Вот, как я уже сказал, активная фаза у нас была с мая. Разрабатываем до сих пор. Вот на слайде проведены наши дальнейшие планы. Это улучшать UX, в том числе прикрутить святую троицу, Ctrl-Z, Ctrl-C, Ctrl-V. Это не так просто, как оказалось. Это разработка API для работы с другими платформами. Это STM32, microbit, симулятор орбита. К сожалению, Алексей Федосеев не смог приехать, он бы рассказал про этот симулятор космических аппаратов. Методическая работа по расширению документации, прикручивание CI и CD, чтобы гораздо удобнее было разрабатывать, в том числе, докер-контейнеры для вынесенных облачных модулей, чтобы можно было удобнее развертывать вам. И так далее. Вплоть до самых дальних планов перевести это все-таки на более серьезные рельсы в виде фреймворка Eclipse of Z, на основе которого, кстати, новая версия Arduino IDE сделана. Таким образом, задача IDE — это убрать все отмазки. У вас не лапки, у вас лапки IDE. Займитесь уже микроэлектроникой. QR-код ведет на репозитории с клиентской частью, которая самодостаточно скачать, собрать, работать. Мои контакты в углу. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Здравствуйте. Очень интересно. Станислав Ядром. Скажите, пожалуйста, у вас в итоге для контроллера интерпретатор вашего вот этого графа генерируется или вы прям компили по хардкору? Что у вас внутри-то на самом деле? Секретов нет. На самом деле, если даже зайти в исходнике компилятора, там идет трансляция вот этого формата машин состояний в код. То есть там используется небольшой фреймворк для машин состояний. Генерируется код, который реализует функциональность. Вставляются вот эти пиктограммы, переведенные в программный код, и оно передается Arduino клей. То есть вы транспилите в сишечку, а дальше уже накатываете? Да, сейчас так. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на каком этапе у вас, допустим, человек должен понять, как ваш визуальный код, он потом превратится в код текстовый. Допустим, автомат состояния пишут на кейсах обычно. Скажем, как человек перейдет от визуального программирования к настоящему? Он сразу начинает с визуального программирования. Это понятно. Как ему прийти и понять, допустим, как тот же автомат состояния разворачивается в коде? А, ну для этого есть кнопка «Показать код», которая открывает вот именно транслированный код, в котором добавлен вот этот движок машины состояний, и пользователь может ознакомиться с кодом, прочитать его. Там, где нужно еще добавлены комментарии. Вот это код? Ну, конкретно на этом скриншоте схема из защиты пасеки. То есть коды, при желании, могу показать. Тут непонятно ничего. Да, ну конкретно здесь, да, потому что это формат. Ага, попробовали зайти с этим в школы? Спасибо большое за предложение. Напишите, пожалуйста, в Telegram. Смотрите, что касается зайти в школы, и вообще то, что вот я сказал про берлогу, оно уже реализуется в рамках пилотного проекта в башкирских школах. То есть в Башкортостане реализуется курс повышения квалификаций и создание вот этих кружков, в том числе кружков по программированию в берлоге, в защите пасеки. Для этих кружков планируется внедрение IDE. В том числе планируется создание кружков для программирования Ардуино, в том числе вот с использованием нашей IDE. И насчет школы Москвы, да, напишите. Я вас свяжу с теми, кто занимается вот этим вопросом. Думаю, посотрудничать будет очень здорово. Вы говорите меньше черных ящиков. А не создается ли вы сами черный ящик в виде этой IDE, если вы не предоставляете доступ пользователя к непосредственному коду, который будет выполняться на контроллере? Предоставляю. Это XML-ка была предоставляла. Но на скриншоте XML-ка, но я… Да, вот здесь стоило добавить скриншот все-таки именно с кодом. То есть там прям сиршный код, который непосредственно компилилится под контролем? Да. Все. Прямо ардуиновский скетч. Спасибо. Если нет вопросов, я задам. А, есть? Антон Голубев, базальт СПО. Насчет порога входа высоты. Насколько это сложно вообще установить на компьютер? Или это планируется именно только в рамках кружков под присмотром более опытного человека? Смотрите, здесь ориентир такой. Собрать дистрибутив. Мы до этого добираемся, просто еще полируем, полируем. Но у нас есть версия. Надо просто ее опубликовать. Именно вот такая альфа-альфа-версия в виде дистрибутива. Двойным кликом установили, запустили и можно работать. Спасибо. Спасибо большое за интересный доклад. Коллеги, сейчас у нас замена доклада, потому что Алексей Федорчук...